Власти США могут установить тотальную слежку за новыми жителями Америки. В Сенате призывают дать возможность нелегальным иммигрантам служить в армии. Как развод может повлиять на получение гражданства, а также как и кто может получить тревел-документ. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас, так что досмотрите это видео до конца. Всем привет, я Денис Чередов и смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Бюро. Напомню, что здесь мы обсуждаем только самые важные и актуальные проблемы иммиграции. Ну и, конечно, тем и вопросов у иммигрантов, как обычно много, поэтому, пожалуйста, не тратим время зря. Поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. А также пишите в комментариях, какие темы иммиграции вы бы хотели обсудить. Ну и, конечно же, дождитесь ответа на свой вопрос, который вы нам отправляли заранее. Также вопросы вы можете задавать в ленте комментариев к этому видео. Ну а мы начинаем. Начинаем, как обычно, с новостей иммиграции. Итак, на южной границе США был установлен рекорд по количеству пересечений границы. Пограничные таможенные службы США сообщили, что на южной границе за сутки было зарегистрировано более 12 тысяч встреч с иммигрантами, что является, в принципе, рекордом за все время. В эти данные входят 10 тысяч 200 задержанных нелегальных иммигрантов, что тоже является одним из самых высоких показателей. Ну, плюс не стоит забывать о приложении CBP-1, которое помогает иммигрантов запросить убежище прямо на границе США. Новый скандал вокруг мэра Нью-Йорка. Похоже, Эрик Адамс допускал серьезные нарушения во время иммиграционного кризиса, который еще продолжается в мегаполисе. Поток нелегалов город позволил Адамсу вести чрезвычайное положение. Это означает, что мэрия может заключать контракты с подрядчиками по упрощенной схеме, без дополнительных проверок и конкурсов. Результат оказался предсказуем. Контракты на полтора миллиарда долларов получили компании, которые даже не имели соответствующих разрешений и документов. Ну и вот теперь Адамса лишили чрезвычайных полномочий. Ну а все контракты сейчас город должен согласовывать с городским контролером. Продолжаем. В редакцию YouTube-канала Бюро обратилась россиянка Виктория Хмелевская. Два года назад девушка вышла замуж за гражданина США. Однако сейчас пара живет не вместе. Виктория находится в Москве, а супруг в Тбилиси. Ну и вот теперь возникает вопрос, можно ли в такой ситуации Виктории подать документы на гражданство на расстоянии. Давайте узнаем подробности этой истории. К нам прямо сейчас присоединяется Виктория Хмелевская. Ну а вместе с нами сегодня иммиграционный адвокат Алена Шевцова. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что присоединились. Итак, Виктория, расскажите, правильно ли я пересказал вашу историю коротко. Если есть что добавить, добавляйте. И какой у вас все-таки главный вопрос? Главный вопрос. Мой супруг проживает, будучи гражданином США более 40 лет, в Грузии, в Тбилиси. И может ли там, так как я являюсь гражданкой России, и может ли он подать документы в посольство на мое гражданство, как свои супруги. Какие документы для этого нужны, какие нужно ли будет выезжать нам в США для того, чтобы проходить какие-то собеседования. То есть меня интересует вот сам механизм вот этой процедуры. Насколько он сложный, насколько он длительный. Ну вот такие вопросы. Давайте с этого начнем, потому что сложновато так. Будем постепенно отвечать. Скажите, пожалуйста, Виктория, у вас уже есть грин-карта? И когда-либо была грин-карта? Нет. Наш брак был включен в Грузии. Мой муж 30 лет проживает в Европе, не в Америке. Но он, его дочь, его бывшая жена, все являются гражданами Соединенных Штатов. Смотрите, первый шаг — это получить грин-карту. Гражданство без грин-карты невозможно получить. Для того, чтобы получить грин-карту, ваш муж должен начинать процесс путем подачи формы А-130 петиция для родственника. Подать, в принципе, он может, попросив кого-нибудь, кто пошлет эту форму за него, когда он находится за границей. Но я думаю, что проблемы начнутся на этапе визы. Почему? Потому что, во-первых, ну и сейчас я ещё вас кое-что спрошу. Потому что, когда вас муж спонсирует, родственник в Америку, он должен подписать affidavit of support. То есть то, что он будет вас здесь содержать в том случае, если вы не сможете сами зарабатывать здесь до того момента, пока вы не получите гражданство. А чтобы вот этот документ подписать, гражданин Америки должен доказать, что он живёт, his domiciled, в Америке. И если он в Америке не живёт и не имеет здесь дохода, то я думаю, что это не сработает, не получится. Ещё один такой момент. Вы упомянули, что вы живёте с ним раздельно. Почему вы живёте раздельно? Объясню, потому что начались... То есть он въехал... Его виза в Россию закончилась за месяц до войны. И дальше её продлять ему никто не собирался. Он не является гражданином России, он является гражданином Америки. Но так случилось, что он уже вышел в отставку. Был он дипломатом ООН и работал в госдепе последние три года. То есть он в отставке. Он живёт на пенсии. А почему вы же с ним не поехали тогда в Грузию? Почему вы остались в России? Потому что у меня здесь учатся дети. Я не могу их оставить. Потому что дети, собаки, дом. Кто-то должен держать Табрестскую крепость. К сожалению, это будет тоже проблемой. Потому что если супруги живут раздельно, вот на этом самом первом этапе подачи петиции, USCIS может заподозрить, что у вас нереальные отношения. Потому что главное, первый шаг, когда он подаёт эту петицию на вас, показать, что вы вместе живёте. У вас реальные отношения. Иногда можно, в принципе, какие-то аргументы в пользу дистанционных отношений приводить. Но если он уехал перед войной, и война началась у нас в феврале 2022 года, вы уже очень долго живёте раздельно. Как часто вы встречаетесь? То есть кто кого навещает? Я думаю, что это будет проблемой. Если вы действительно планируете всё-таки получить документы, я бы вам советовала как-то пересмотреть, может быть, свои отношения, кто где, с кем будет жить, сколько вы физически находитесь вместе. из времени после того, когда вы оформили свои отношения. Это будет очень важно. Как вы строите свой быт, финансовую сторону ваших отношений. В процессе нужно показать, что вы вместе решаете все финансовые дела. Не то, что у вас у одного своя отдельная финансовая жизнь, у другого своя. То есть только брака, только вот этого свидетельства о браке недостаточно. Первое — вам нужно будет показать, что реальные отношения. Вы вместе живёте, вы вместе делите свой быт, вы вместе делите финансовые. Какие-то заботы о детях также, что он участвует. Это уже его stepchildren по-английски, то есть это уже его пасынки, как-то пачерицы, то есть дети его считаются. И потом возникнет, наверное, вопрос по поводу, где же он всё-таки проживает. Потому что человек, который не проживает физически в Америке такое долгое время не сможет быть спонсором, а он обязан быть вашим главным спонсором. Если у него не хватает уже закона, если у него же не хватает дохода из Америки на этапе фидевитов-саппорт, от этого спонсора… Марку, я извиняюсь, что перебиваю, он не получает с Америки дохода, пенсию ему платит он, так как он был… Да. Значит, если он не получает дохода из Америки или дохода, которые Америка засчитает достаточным, а есть табличка, в зависимости от того, каков его размер его семьи, скольких людей он должен содержать, закон определяет, сколько он должен получать, на это есть ко-спонсор, которого можно пригласить, то есть как есть вы его должны предоставить. Но, по крайней мере, есть какой-то вариант, как решить эту проблему. Но варианта проблемы, когда человек не живёт, нету, он должен будет вернуться назад в Америку и прожить какое-то количество времени, минимум 6-8 месяцев, прежде чем он может подписать этот аэкспорт в саппорт. Ну, дело в том, что он не может тоже вернуться в Америку, человек не платит налоги, ни он, ни его дочь, так как проживают практически в Европе, хотя они обладают недвижимостью в Европе, но они не платят налоги. И вернуться в Америку… Он не может. Ну, тогда, наверное, самый главный вопрос. А вы планировали тогда жить без него здесь? То есть если он не хочет, то не может возвращаться в Америку, вы спрашиваете о гражданстве Америки. Но, по-моему, он не собирается сюда возвращаться. Он не собирается возвращаться, да. То есть я планировала то, что мы делаем недокументы, и я уже уезжаю. А как совместные отношения? Ну, совместные отношения, если человек… Ну, понимаете, есть теория, есть практика. Совместные отношения очень тяжело. Человеку… Он старше мне на 20 лет, и у него онкология. То есть он привязан сейчас к определённой клинике. Уехать ему… Это значит, в Америку у него нет страховки. Вы понимаете, да? Он может получить страховку. Я просто думаю, что, к сожалению… К сожалению, он не получил. Он был в Вашингтоне пять лет назад. Он не получил страховку. Да, ну, я не знаю, что у него случилось со страховкой, но для целей иммиграционных это такое дело не будет одобрено. То есть вы не сможете… Я бы хотела понимать, да, вот насколько это всё реально, завязываться ли в эту бучу, как говорится, и имеет ли это смысл. Есть ли это такие большие, серьёзные, скажем, препятствия, которые очень сложно будет доказать. То есть, в принципе, проживать в Грузии мы можем, но в этом я не… Ну, то есть я не получаю гражданство, получается так. Ну, вы гражданство не можете сразу получить. Вам сначала нужно получить грин-карту, жить на территории Америки, в реальном браке, который действителен, где вы живёте вместе. Поэтому думаю я, что, к сожалению, в данной ситуации вы, наверное, не достигнете той цели, которую вы хотите при данных обстоятельствах. Извините, если обстоятельство изменится, вы вместе начнёте жить, вы вместе покажете, что муж переселится в Америку, а на какое-то время тогда это может сработать. Если же это невозможно, то, скорее всего, я бы сказала, что нет. Я бы такое дело не взяла, например, потому что я думаю, что оно просто не получится. Да, к сожалению, такая вот непростая ситуация, тем более, что у супруга Виктории получаются проблемы с налогами, а при получении, я так понимаю, ну вообще будут очень-очень много вопросов, даже не знаю. Поэтому он и не хочет возвращаться в Америку, а моё желание было иным. Ну, я поняла, вы мне ответили на все вопросы, в принципе. Понятно. Ну, в общем, вы подумайте, как вы поженились, как вам жить дальше, чтобы строить свои отношения. Надеюсь, что мы вам каким-то образом помогли, чтобы вы... Конечно, без иллюзий абсолютно теперь. То есть, если у меня были какие-то сомнения, теперь я знаю, что делать. Можно маленький вопрос... Да, вот совсем последний вопрос, да, потому что мы вынуждены идти дальше, очень много ещё новостей. Да, Виктория, давайте последний вопрос, пожалуйста. Короткий вопрос о налогах. Если человек, который никогда не жил в Америке, но обладает недвижимостью в Европе, не платит налоги, являясь гражданином в Соединённых Штатах. Он там родился, он там рос до определённого возраста, но он обладает недвижимостью в Европе. То есть, он получил свою недвижимость подарственную. Он должен отчислять какие-то налоги американскому правительству. Я, к сожалению, не смогу ответить на ваш вопрос, потому что я являюсь специалистом только в области иммиграционного права. А здесь вопрос по налогам. Я не буду вас вводить в заблуждение. Хорошо, спасибо. А вы могли бы мне кого-то порекомендовать, кто занимается именно вопросами налогов? Да, вы можете посмотреть наши выпуски. Например, выпуск, который вышел на этой неделе, у нас как раз был эксперт по налоговому законодательству на YouTube-канале Бюро. Посмотрите выпуски, там вы найдёте как раз налогового специалиста. Но вот насколько нам известно, именно по словам этих специалистов, любой гражданин США, неважно, где он живёт, должен платить налоги даже на расстоянии. Но в любом случае проверяйте эту информацию всё-таки от первоисточника. Спасибо вам огромное. Виктория Хмелёвская, россиянка была вместе с нами, которая вот сегодня не очень удовлетворена теми ответами, которые получила. Но такова жизнь. Благодарим вас и спасибо за участие. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас. Не забудьте поставить лайк. Если у вас есть какие-то советы, рекомендации для Виктории, пишите об этом в комментариях. Ну а мы сейчас продолжаем. Итак, количество россиян, получивших гражданство или временный статус в других странах за первые 9 месяцев 2023 года в два раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Ну вот чаще всего россияне получали гражданство или ВНЖ, в частности в Израиле и Турции. Вообще эти данные приводят российские ресурсы, поэтому мы к ним относимся немножко скептически. Ну вот за это время 30 тысяч россиян получили ВНЖ в других странах, а 38 тысяч иностранное гражданство. Помимо Израиля и Турции, граждане Российской Федерации наиболее часто сообщали в МВД о наличии гражданства или ВНЖ в Армении, Германии, Арабских Эмиратах, в Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и как раз в Соединенных Штатах Америки. Ну и важная новость для иммигрантов. Власти США могут установить тотальную слежку за новыми жителями Америки. Республиканец из Огайо Марк Тернер предложил проверять иммигрантов так же тщательно, как подозреваемых в терроризме и шпионаже. То есть прослушивать разговоры, просматривать сообщения и электронную почту. Пока инициатива находится на стадии обсуждения. Законопроект еще не внесен в Конгресс. Но вот правозащитники уже активно сопротивляются этой инициативе. Ну а кроме того, эксперты говорят о том, что реализовать такую идею будет практически невозможно, учитывая, что количество иммигрантов США уже исчисляется миллионами. Ну вот в Сенате США призвали дать нелегальным иммигрантам возможность служить в вооруженных силах США. Такую идею озвучил сенатор Дик Дурбин. Он призвал республиканцев объединиться с демократами, чтобы разработать иммиграционную реформу. И вот в ней необходимо прописать как раз эту инициативу. По мнению Дурбина, сейчас недобор во всех структурах вооруженных сил США можно компенсировать за счет иммигрантов, в том числе и нелегальных. Но и таким образом смогут получить американское гражданство сами эти нелегальные иммигранты. Также сенатор заявил, что иммигрантам необходимо предоставить больше законных способов для трудоустройства, а нелегалам нужно все-таки дать правовой статус, чтобы они тоже могли вносить свой вклад в развитие страны. Ну а вы как считаете, нужно ли нелегалам давать возможность служить в армии Соединенных Штатов? Буду ждать ваших комментариев. Ну а мы продолжаем. Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, пишите, откуда вы насмотрите, какие темы иммиграции вас сегодня волнуют. Задавайте свои вопросы в ленте комментариев. Сейчас мы переходим к блоку вопросов, которые вы нам отправили заранее. И сегодня вместе с нами иммиграционный адвокат Алена Шевцова, который постарается ответить на ваши вопросы. Итак, первый вопрос нам отправил житель Калифорнии. Он пишет о том, что подал пакет документов на грин-карту после выигрыша суда. Подал форму Ай-797-Си. При этом не заплатил госпошлину. Когда он говорит, что подавал документы, когда он может подавать документы на тревел-паспорт? Тревел-документ. Пишет, что ответ он получил, что они приняли мою форму и изготовление грин-карты будет бесплатное. Тревел-паспорт нужен для выезда из США для встречи с пожилыми родственниками в третьей стране. Ну, вот такой вопрос. Если что, мы можем как-то догадками на него ответить, если есть сложности. Да, смотрите. Форма на грин-карту это форма 485. Форма на то, чтобы вам дали бесплатно эту грин-карту это форма Ай-912. Форма, которую упоминает этот человек, это просто notice of action. То есть ему пришло какое-то подтверждение чему-то. Наверное, то, что его аппликейшн было взято в рассмотрение. Теперь ему нужно выезжать из страны. В данной ситуации нужно будет подавать на форму Ай-131 advance parole плюс нужно будет подавать на форму Ай-131 опять же на travel document. Почему? Потому что когда у вас висит заявка на adjustment status, то есть на грин-карту на территории Америки, если вы выйдете без advance parole, эта заявка умрёт. Потому что вы являетесь беженцем, я так понимаю, потому что упоминается вот этот travel document, это моя догадка на данный момент, вы не можете использовать паспорт той страны, в которой вы получили убежище и для международных переездок вам необходимо будет получить refugee travel document. То есть поэтому просто имейте в виду, что вам нужно подавать и на то, и на это. Если вы хотите теперь путешествовать и если у вас форма 485 была бесплатная, то есть вы получили рефью вейвер, значит, на 131 форму, если мне не изменяет память, есть вейвер только для гуманитарного пароля, по категории гуманитарного пароля. Значит, вам нужно будет платить пошлины для вот этих заявок для выезда, въезда. То есть следующий шаг должен быть заполнение вот этих вот форм? Форма 131, да. Можно было это всё подать вместе с одним пакетом. То есть не обязательно ждать, пока у вас примут заявку на грин-карту и потом подавать 131 форму. На адванс-пароль вы должны подавать это в принципе вместе. Спасибо огромное, Алёна. Следующий вопрос касается грин-карты и получения гражданства через брак. На самом деле вопрос очень интересный, потому что как минимум три человека нам об этом написали, и у всех примерно одинаковый вопрос. Мы с мужем, пишет нам женщина, подали документы на снятие условности с грин-карты по браку год назад. Я замужем за гражданином США более трёх лет. Могу ли я сразу подать заявление на гражданство, не дожидаясь одобрения постоянной грин-карты? Ну, в смысле, это десятилетняя, имеется в виду? Тут поясните, если можно. Да, вы можете подать такое заявление, но оно одобрено не будет, пока не рассмотрит USCIS заявку на снятие условия с грин-карты. То есть, действительно, можно немножко их так поспешить, когда вы подаёте на гражданство и требуете на интервью на гражданство, если к этому моменту ваша заявка на снятие условий не решена, чтобы они решили вот эту заявку на снятие условий также. А что это за статус, если кто-то, может быть, не поймёт, если можно коротко объяснить снятие условностей с грин-карт? А если вы вышли замуж здесь и вам дали грин-карту на основании замужества по браку, если на момент решения вопроса о вашей миграционной визе или грин-карты вашему браку было меньше, чем два года, вам дадут только грин-карту на два года с условием, так сказать, conditional грин-карта. И в течение 90 дней до второго года, как у вас будет эта грин-карта, вам нужно будет подать петицию А751 для того, чтобы вы сняли условия с вашей грин-карты. Если вы живёте вместе ещё с супругой, то подаётся совместная петиция. Если же вы разошлись к этому моменту, то такую петицию снятия условия можно подавать в любой момент, не только в течение этого окна, 90 дней до второго года с момента получения грин-карты. Но там нужно будет постараться, потому что вы должны соблюсти определённые условия, чтобы доказать, что даже в том случае, если вы перестали совместно проживать, у вас действительно был реальный брак. Там есть свои условия, например, вы стали жертвой домашнего насилия, либо, например, у вас был реальный брак, но он просто распался. Казалось бы, легко, но на самом деле не так уж легко, потому что вы должны очень хорошо доказать, что брак был реальный. Либо есть такое интересное исключение, что в течение этих двух лет, пока вы жили вот в этом условном статусе, возникли такие обстоятельства, из-за которых у вас будут очень большие трудности в том случае, если вас депортируют из Америки. То есть вот это называется waiver-based 751-я форма. Да, спасибо большое. Просто не так часто мы вот уделяем внимание именно теме брака, если кого-то интересует эта тема, есть дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях под этим видео, обязательно постараемся ответить. Вот еще один вопрос, он вообще, конечно, очень интересный тоже, потому что он связан и с браком, с получением статуса U4U по программе United for Ukraine для украинцев, ну, а также вот с браком, потому что потом человек хочет оставить все социальные льготы, я так понимаю, как беженец. Ну, давайте я зачитаю, какой вопрос нам отправили, человек приехал в США по U4U, может ли он вступить в брак и после какого периода регистрировать брак с американцем или остаться на программе беженцев, будет ли он иметь право на получение грин-карты и последующее гражданство, ну, а после вступления в брак сможет ли получать помощь как беженец, в общем, вот такой вопрос. Да, вы можете вступить в брак с американцем и получать помощь как беженец, пожалуйста, если вы хотите на основании этого брака получать грин-карту и вы начнете этот процесс по грин-карте с момента, когда вам будет одобрена эта грин-карта, конечно, такую помощь вы уже не сможете получать. То есть, на мой взгляд, пока еще у вас статус не поменяется и вы в процессе, вы можете получать какую-то помощь, а когда уже вам одобрится брин-карта, то такую помощь вы получать не сможете. Спасибо большое. Ну, а могут возникнуть все равно у миграционных офицеров вопросы по поводу того времени, когда человек все-таки получал какие-то льготы в Америке или нет? Не могут, потому что если вы законно получаете эти льготы, вы законно их получаете. То есть, вопросы могут возникнуть только в том случае, если человек, например, подделывает как-то документы, говорит, что у него совсем нет денег и получает эти льготы. На самом деле эти деньги есть. Ну, тогда теоретически могут возникнуть вопросы, если этот обман откроется. Спасибо большое. Так, если мы ответили на ваш вопрос, ставьте лайки, не забывайте. Просто таким образом работают алгоритмы Ютьюба и таким образом еще больше людей, мигрантов, смогут узнать важную профессиональную информацию. Вот здесь есть еще один вопрос. Мы как раз об этом говорили в анонсе, как брак может повлиять на получение гражданства и именно развод в этом вопросе. Ну, вот давайте такой нам, такой вопрос у нас есть. Я приехал в США к жене на воссоединение семьи по кейсу в 2011 году, то есть давно это было, подали документы на получение грин-карты. В 2018 я и моя жена получили грин-карты. Я подал на получение гражданства документы, но дело в том, что до этого в 2014 году мы развелись, о чем я, естественно, указал в заявлении на гражданство. И вот на этом основании мне было в итоге отказано в гражданстве. Отказ был обоснован тем, что я выпадаю из кейса бывшей жены, потому что мы развелись до получения грин-карты. И вот вопрос у этого мужчины, что же мне делать? Мне уже 74 года. Могут ли отозвать грин-карту? Если да, то что делать? Если нет, то через 4 года истекает срок грин-карты. Что тогда будет со мной? Чтобы точно ответить на этот вопрос, не хватает, конечно, документов посмотреть, когда именно что было подано, почему брак распался в 2014 году, а грин-карта была получена только в 2018 году. Кажется, что дело висело очень долго, возможно, очень долго висело дело. Значит, там есть, в законе США есть свои кое-какие интересные исключения для таких ситуаций. Не всегда такая ситуация должна вести к тому, чтобы вам, у вас забрали грин-карту. Но если иммиграционная служба в США думает, есть какие-то основания у неё полагать, что был совершён подлог какой-то, то есть люди уже были в разводе, но писали в своих формах, что они ещё не были в разводе. А теоретически, конечно, такого человека могут поставить депортацию. А почему теоретически? Ну, потому что просто иммиграционная служба очень занята всегда. То есть должны ставить, конечно, если есть подлог, но сейчас просто уже так, около трёх миллионов дел в суде, то есть ещё кого-то добавлять. В принципе, могут. То есть очень часто, к сожалению, такие люди зависают в таком лимбо. То есть у них и гражданства нету, но и они боятся за свой статус в своё время, потому что что бы они ни сделали, даже если они выйдут из страны, например, захотят путешествовать, есть риск такой, что их поставят в депортацию, либо там не пустят, создают какие-то другие проблемы, просто потому, что уже решение вот этого офицера по гражданству, оно находится в вашем файле. Поэтому могут ли вас поставить депортацию? Да, могут. Сможете ли вы выиграть эту депортацию? Зависит от того, какие документы, с какой информацией, когда подавались в иммиграционную службу. Есть там и выверы, которые можно получать, например, в некоторых ситуациях, даже если был подлог. Можно иногда подавать на cancellation в removal в том случае, если вы вообще остаётесь без статуса, если иммиграционные службы забирают вас грин-карту. Но разбираться с этим нужно будет, конечно, с адвокатом запрашивать полную копию вашего дела из иммиграционной системы и смотреть, есть ли для вас какие-то решения, если действительно ваша цель это получить в будущем, например, гражданство или хотя бы обезопасить себя от того, чтобы вас депортировали. Спасибо огромное. Но в любом случае вот мужчина указал, что он развёлся. Я вообще не знаю, насколько там нужно конкретно рассматривать вот эти вот даты и так далее, но в любом случае если вот к вам обратиться с таким делом, в принципе, можно разобраться. Да, даты здесь очень важны, потому что важно, когда он развёлся, на каком этапе. То есть у него была постоянная грин-карта, у него была временная вот эта грин-карта. То есть есть интересное постановление там апелляционных судов, которые говорят, что если, в принципе, у вас брак был реальный на момент подачи документов, но потом вы разошлись, вы ещё можете сохранить свою грин-карту. Поэтому это очень важно. То есть даты, вообще процесс и какие формы, с какой информацией подавались. Если человек развёлся уже, но писал дальше в документах, что он ещё был женат, это большая проблема. Спасибо огромное. Да, ну, если есть ещё какие-то вопросы, конечно же, задавайте в комментариях к этому видео. Пишите, кстати, откуда вы нас сегодня смотрите. Будет интересно узнать географию наших эфиров здесь на YouTube-канале Бюро. Это рубрика «Надо валить об эмиграции». Ну вот следующая тема, без неё никуда, это, конечно же, получение убежища в США. Ну и очень сложно в данной ситуации говорить на эту тему, потому что многие подписчики, наши зрители пишут о том, что не могут дождаться того самого собеседования на получение политического убежища в Соединённых Штатах. И некоторые ждут просто годами. Речь идёт о восьми или десяти годах. Ну, в общем, сложная ситуация с этим. И вот здесь очень хорошие в этом плане и важные вопросы отправила нам наша подписчица Нилу Фар. И вот она пишет о том, что слышала о какой-то новости, что если 10 лет не вызывают на интервью, то можно претендовать сразу же на получение грин-карты. Какой это процесс и как можно подать на грин-карту, если вообще есть такой закон? Такого процесса нет. То есть это не существует. Есть действительно такой процесс, как называется cancellation of removal, но это совсем другой процесс. Он вам не автоматически даёт грин-карту. Если вы здесь прожили 10 лет, вас, во-первых, должны отправить сначала в суд, вы должны быть в депортационном производстве, вы должны показать, что ваши 10 лет пребывания в Америке легально не были остановлены. Есть некоторые вещи, которые легально, даже если физически вы их набрали, здесь останавливают в течение этих 10 лет, например, совершение какого-то преступления, либо когда вам правительство дало повестку в суд, в миграционную, так называемую нотистерапию, формула 862. Плюс, очень важно, у вас должен быть определённый родственник в Америке. муж, жена, родитель, либо ребёнок, которому не исполнился 21 год, у которого возникнут огромные трудности в том случае, если вас депортируют из страны. Таких виз в Америке в год даётся только 4 тысячи. Спросителей таких виз огромное количество. На сегодняшний день, если вы выиграете такое дело, вам нужно будет ждать ещё около 3,5 лет, чтобы подошла ваша очередь на такую грин-карту. Поэтому это не автоматически, нужно быть в депортации, плюс должны быть соблюдены очень строгие условия и очень хорошо быть задокументировано такое дело. Спасибо огромное. Ну вот здесь вот Нилуфар пишет о том, что когда же подпишет закон Immigration Act of 1929, это тот самый законопроект, о котором мы, конечно же, говорили. Если сможете, напомните, пожалуйста, о чём идёт речь. И здесь же спрашивают, нужны ли нам будут справки о несудимости, если вы помните об этом проекте. Ну, это проект, закон, который был принят в 1929 году, это registry, то есть регистрация для тех людей, которые живут в Америке без документов довольно долгое время. И сейчас очень часто за последние 2-3 года обсуждалось, неплохо было бы обновить этот закон и внести такую поправку, что на данный момент только люди, которые проживали в Америке с 1972 года, если я не ошибаюсь, могут квалифицироваться на грин-карту. Они говорят, давайте мы заменим, так поставим, что если человек, который прожил просто 7 лет здесь, эти 7 лет, они будут плавающей датой, не какой-то конкретной датой, там, 23-й год или 72-й, вот написали 72-й год, и теперь ничего невозможно поменять, да? А мы напишем через каждые 7 лет, то есть если человек насобирал 7 лет, тогда он сможет получить грин-карту в Америке, когда его примут этот закон, я не знаю. Я не знаю, честное слово. Я не думаю, может быть, что-то примут перед выборами в 2024 году, но это будет настолько generous, то есть настолько это будет такая большая, так сказать, услуга всем иммигрантам. В настоящем климате я даже себе, к сожалению, представить не могу, что такое произойдёт. это будет какое-то просто чудо, да? Потому что настолько мы все как бы видим вот эти дебаты по поводу даже границы, каждая совершенно маленькая вещь, которую хотят изменить, обсуждается с сенаторами, там они вот там физических каких-то уже обещаний побить кого-то, выходит это всё. Поэтому я не могу себе представить, к сожалению, что в настоящее время в таком конфликтном климате смогут договориться о таком хорошем для людей без документов законе. А будут проверять программ-чек? Обязательно, конечно. Одним из условий получить этот статус, если мы возьмём закон вот этот вот, ну, 72-го года, является, чтобы у вас не была чистая уголовная история, то есть не было какого-то рода преступлений. Далее. Спасибо огромное. Мы здесь можем только предположить, что вот именно вот этот закон, конечно, вряд ли примут, потому что ещё очень много других проблем, да, связанных с иммиграцией, необходимо решить. Вряд ли вспомнят даже о нём, мне кажется, потому что сейчас нужно вопрос на границе решать, да, по поводу... абсолютно. То есть многие сенаторы и конгрессмены, они заявляли про этот закон, неплохо было бы его принять. Я думаю, что будут обсуждать его ещё, но мне кажется, они не договорятся просто, потому что если не могут договориться там о каких-то мелочах совершенно по сравнению с таким законом, вряд ли. А может быть произойдёт чудо, я не знаю. Может быть, мы все силой своей мысли заставим их принять, как сказать, позитивное мышление, а не увидишь, сколько можно уже держать людей без статуса в Америке. Люди могут принести гораздо больше пользы. Вы знаете, что может пройти, мне кажется? Если вот были предложения, если, например, человеку дадут статус, но постепенно, и человек будет платить какие-то, как это, называют финанс, то есть будет платить какие-то пошлины за этот статус. Да, да. Это, мне кажется, вполне реально. Почему? Потому что это пополнит бюджет, пополнит бюджет, а деньги всем нужны всегда. Поэтому я думаю, что с точки зрения практической республиканцев может такой законопроект порадовать, потому что люди будут пополнять бюджет, будут выходить как бы из налоговой тени, то есть платить налоги, поэтому может быть такой практический какой-то более вариант может быть и принт. Да, ну мы можем только предполагать на самом деле. Но вот с такими надеждами мы сегодня завершаем этот выпуск, и все новости, конечно же, в наших обзорах о том, что происходит в Америке, смотрите вечером на YouTube-канале Бюро, вечером по Нью-Йорку. Ну а сегодня мы благодарим за участие в нашей рубрике «Надо валить» с иммиграционного адвоката Алены Шевцова. Алена, спасибо вам огромное, берегите себя, увидимся уже в следующий раз. Спасибо вам. До свидания. Ну а я, Денис Чередов, благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить». Напоминаю, что здесь, на YouTube-канале Бюро, мы также рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Не пропустите вечерний эфир, ну и в любое время пишите нам по адресу, который сейчас видите на своих экранах, задавайте любые вопросы, мы постараемся на них ответить. Так что будем ждать от вас ответной реакции. Спасибо за лайки. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова